Привет! Вы на канале Путь к истине и с вами Максим Гончаров. Вот мы и дошли до самого важного видео данного канала, поскольку сейчас мы поговорим о частице, которая в области мироздания объясняет абсолютно все. И эта частица – атом. Сейчас мы разберем, как же смешно и нелепо ученые пришли к современному строению атома, а также разберем настоящее строение атома, о котором вам нигде и никогда не расскажут. И для начала процитируем слова доктора химических наук Дмитрия Николаевича Трифонова. «Все теории строения атома возникли на кончике пера и были лишь плодами теоретических рассуждений и расчетов. Атомы брали как некую данность и начиняли ее математическими формулами». То есть, другими словами, абсолютно все модели строения атома были плодами воображения, так как все нормальные люди сначала находят объект исследования, а потом извлекают из них свойства. Но при открытии атома, так называемые «ученые» пошли обратным ходом. Сначала из головы придумали некие свойства, а потом по своим же выдуманным свойствам начали строить атом, что совершенно недопустимо с точки зрения науки. Давайте же разберем, как это происходило. Английский физик и химик Дальтон Джон предложил, что все существует из мелких и неделимых уникальных частиц – атомов. А физик Джозеф Джон Томсон обосновал существование электрона. По версии Томсона, электроны неподвижно располагались на самом атоме. Но большинство ученых того времени не верили Томсону и считали, что никакого электрона не существует. Ведь как может самая мелкая частица Вселенной состоять из более мелких, это просто не укладывалось в голове. Поэтому данная модель атома, как и сам электрон, были не признаны. Далее к исследованию над строением атома подключился британский физик Эрнест Резерфорд. Он был одним из немногих, кто поверил Томсону о существовании электрона и в результате своего проведенного эксперимента пришел к выводу, что в центре атома находится твердое тело, то есть ядро. Опровержение опыта Резерфорда и опыта Томсона вы можете увидеть в моих других видео, перейдя по ссылке в описании. А сейчас продолжим. Самое интересное здесь в том, что даже сам Резерфорд не поверил в результат своего эксперимента. Он воскликнул, что это самая неправдоподобная вещь в его жизни. В журнале Химия в России, выпуск 4, на 20 странице можно увидеть комментарий Резерфорда, который он дал спустя некоторое время. Это было почти неправдоподобно, как если бы выстрелили 15-ти фунтовым снарядом в кусок папиросной бумаги и он отскочил бы обратно и поразил вас. Этот комментарий также есть и в Википедии. И вместо того, чтобы пересмотреть свои взгляды об элементарных частицах и об атоме в целом, Резерфорд оставил все как есть и даже на основе своего эксперимента придумал строение атома. Он соединил результаты своего неправдоподобного эксперимента с непризнанным электроном. Такая модель атома называлась планетарной. К Резерфордскому строению атома возникало множество вопросов, по которому было понятно, что Резерфордский атом не жизнеспособен, так как электроны, вращающиеся вокруг ядра атома, теряли свою энергию и рано или поздно должны были упасть на него. Однако атом является устойчивой структурой и электрон не падал на ядро. Но вместо того, чтобы придумать новую, более работоспособную модель атома, британские ученые принялись спасать неработоспособную модель Резерфорда, где с умным видом принялись объяснять те или иные дефекты. Датский физик-теоретик Нильс Бор, ученик Резерфорда, попытался спасти строение атома своего учителя. Он соединил планетарную модель Резерфорда с квантовой теорией Макса Планка и ввел такое понятие, как постоянная планка. Если более кратко и простым языком, то Бор предположил, что в атоме существуют пути для электрона, двигаясь по которым атом не растрачивает энергию. Гениально! В его теории есть даже постулаты Бора. Электроны перемещаются только по строго определенной или разрешенной орбите, и вопреки законам электродинамики электроны не излучают энергию. Если электрон перескакивает на орбиту более близкую к ядру, электрон излучает один фотон. При переходе на более удаленную орбиту электрон поглощает фотон, так как ему нужно побороть закон притяжения ядра. Постулаты Бора не вызывали никакого доверия, поскольку сам Резерфорд в теории Бора сомневался. Резерфорд никак не мог понять, каким образом электрон, начиная прыжок с одной орбиты на другую, знает, какой квант ему нужно испускать. Другими словами, как электрон может знать о постулатах Бора. Бор, пытаясь спасти строение атома Резерфорда, создал еще больше проблем, так как представление о стационарных орбитах электрона опирается на квантовую теорию, в то время как расчет этих орбит производится с помощью методов классической механики и электродинамики, то есть они просто не вписываются в существующие теории, поскольку они просто противоречат друг другу. Британский физик Уильям Генри Брек, создатель рентгеноструктурного анализа, однажды метко подметил, что принимая теорию Бора, мы как бы должны по понедельникам, средам и пятницам пользоваться классическими законами физики, а по вторникам, четвергам и субботам квантами. Да, вот такая была теория Бора. Помимо этого, теория Бора работала только для атомов водорода, для всех остальных атомов она не работала, что лишний раз доказывает, что их строение атома не верно и они все глубже загоняют себя в тупик. И вместо того, чтобы отбросить эту нелепую теорию Бора, в которой множество изъянов, ученые принялись ее спасать. А вот как они ее спасали. В 1924 году французский физик Луи де Бройль высказал идею, что все элементарные частицы одновременно являются и волной, и частицей. В дальнейшем такое определение получило название корпускулярно-волновой дуализм. Правильно, если ваша теория зашла в тупик, подключай двойные стандарты, где одновременно частица будет являться и волной, и частицей. Очень удобно кстати. Хотя такое сложно будет назвать наукой. Но идем дальше. Бор добавил к данной теории принцип дополнительности. По новой теории Бора электроны движутся не по своим орбитам, а он как бы размазан по всей сфере. Электрон как бы присутствует всюду, но с разной вероятностью. И поэтому невозможно указать ни координату электрона, ни траекторию ее движения. И никто даже не задумывается, как такое возможно. Да и вообще, у волны и у частицы несовместимое и противоположное друг другу свойство. Именно поэтому частица не может являться одновременно и волной, и частицей. Но и на этом еще не все. Вопрос возникал не только насчет волшебного электрона, но и насчет ядра атома. Если два протона находятся в ядре, то кулоновские силы должны их отталкивать. Японский физик Хидеки Юкава предположил, что существуют некие воображаемые или виртуальные частицы, которыми протоны обмениваются друг с другом, и благодаря которым протоны могут находиться рядом. Гениально! Виртуальные частицы! Вот так строился наш атом. Как видите, на всем притяжении создания атома возникало множество вопросов, и по мере решения этих вопросов появлялись другие, более сложные. Понимая, что это дело может продолжаться бесконечно, они решили завершить это дело виртуальными частицами и двойными стандартами, которые по определению противоречат друг другу. Что можно сказать? Хорошо работают! А теперь давайте вкратце рассмотрим таблицу Менделеева, ведь она тесно связана со строением атома. По крайней мере, должна. Вас никогда не интересовало, почему в периодической таблице Менделеева нет той самой периодичности? Если есть период, то любая система подлежит математизации, а периодичность таблицы математически ну никак не поддается. Проводники и полупроводники расположены в разброс, в таблице присутствуют пустые ячейки. СПДФ элементы также разбросаны. А если взять, например, элемент кислорода, который является двухвалентным, но при этом почему-то стоит в шестом валентном ряду. Единственное, в чем можно найти хоть что-то закономерное, это расположение элементов по возрастанию атомной массе. Но даже здесь есть вопросы. Как так получилось, что такие металлы, как литий и бериллий, легче газов, азота, кислорода, фтора и неона. А теперь настал тот момент, который вы все так долго ждали. Предоставляю вашему вниманию альтернативный вариант строения атома и, соответственно, альтернативную таблицу элементов. Все атомы состоят из атома всерода. И когда один всерод уплотняется в другом всероде, то получается новый атом, например, гелий или кислород. Здесь все работает по принципу матрошки, где один всерод вкладывается в другой. Так атомы выглядят в 3D. Теперь рассмотрим таблицу атомов. И начать хотелось бы с периодичности. Как видите, количество атомов в каждой новой строке постоянно удваивается. Все атомы имеют нижний и верхний индекс. По столбцам верхний индекс постоянно увеличивается на единицу, а по строкам нижний индекс постоянно удваивается. Исходя из полученных верхних и нижних значений, и строятся сами атомы. Как вы могли заметить, что каждый атом более плотнее предыдущего, то есть они периодичны еще и по плотности. За вес тела также отвечает плотность. Чем плотнее атом, тем он тяжелее. Идем дальше. Все инертные газы расположены строго в одном столбце и имеют своеобразную структуру, которая отличается от всех остальных атомов. Все полупроводники, проводники и магнитные проводники также расположены в один ряд и также имеют характерное строение. Как видите, таблица периодично сразу по нескольким параметрам и тесно связана со строением атома. Чего не скажешь о таблице Менделеева, где нет ни связи, не периодичности? Такое строение атомов впервые опубликовал и предоставил общественности в 1997 году кандидат наук Рыбников Юрий Степанович. Также у Рыбникова Юрия Степановича имеется множество различных изобретений, которые запатентованы во многих странах мира. Свои изобретения он как раз и создавал на основе данной модели атома. Поэтому все вышесказанное подтверждается не только в теории, но и на практике. Более подробнее о таком строении атома вы можете узнать на сайте всирот.ком, а также на ютуб канале самого Юрия Степановича Рыбникова. Ссылку оставлю в описании под видео. И в завершении хотелось бы показать вам кое-что интересное. В конце 20 века на полях начали появляться различные знаки. Сейчас мы не будем разбирать кто и в каких целях их создавал, а взглянем лишь на один из них и уже знакомый нам знак. Можно по-разному относиться к данному строению атома и к данной таблице элементов. Ведь любую информацию нужно тщательно проверять, чтобы не наступить на те же грабли. Но одно я знаю точно, что современное строение атома полностью не верно, поскольку оно полностью состоит из догадок, фантазий и двойных стандартов, а также несовместимых и противоположных между собой теорий. И в завершении очень хотелось бы попросить вашей поддержки в виде лайков и репостов. Это поможет в продвижении данного видео. Ведь я считаю, что каждый человек в обязательном порядке должен услышать правду, а принять ее или нет это уже дело каждого. А также не забудь подписаться на канал, ведь только вместе мы дойдем до истины. Вы были на канале Путь к истине и с вами был Максим Гончаров. Пока!